всех приветствую сегодняшнее видео будет как бы продолжением двух предыдущих в том плане что ремонт порой порой не всегда но процент большой что ремонт и как такового ремонта нету швейной машины заключается порою в элементарном это касается и современных машин и наших подольских ну в общем всех машин так скажем во первых с чего начать самое главное вот самое первое что нужно сделать это иголка это самая главная не станет самая ну да самое главное потому как участники шитья это иголка и нитка все машинки ей всего 170 лет до этого шили вот два предмета машинка как бы посредник между иголкой и ниткой среднее звено она и не нужна по сути можно руками сшить хоть что раньше решили как-то обходились 170 лет назад вот первонаперво берем иголку и не какую-то иголку где вот лежат с упаковки обязательно с упаковки берем меняем иголку второе смотрим какие нитки берем хорошие нитки вот гутерман в частности 120 номер правильно заправляем порой вот этих двух составляющих трех хорошая иголка хорошие нитки правильно заправкой все проблема отпадает но еще немаловажно смотрим шпульку то есть наматываем одинаковые нитки смотрим шпульку шпулька обязательно должна утапливаться не вровень быть не выше края шпульного хорошая шпулька хорошие шпульки это либо стальные есть импортные блестящие либо пластмассовая тоже хорошая вот эти шпульки вот это вот родные подольские они коррозии покрываются имеют свойство поправляться они могут не войти клинику это китайские они могут быть кривые косые тоже их вот эти две стороны ставим хорошие нитки хорошую шпульку и натяжение регулируем натяжение оно должно быть натяжение нитки здесь низ не просто свободно как вот и не вот так как проверяет это слабое натяжение оно может быть будет приемлемо для современных но я делаю всегда вот так допустим натяжение чтобы опускалась и чуть-чуть под своей тяжестью чтобы опускалась и потом чуть-чуть по часовой затягиваю чтобы было чуть-чуть потуже и тогда все нормально ну опять же смотреть по строчке и вот этот момент смотрим обязательно но и верхнее натяжение в машинке все вот то что я выше сказал и вот это уделение внимание шпульному колпачку шпульки и нитки и все вот большинстве случаев не в большинстве ну процент большой вот этого достаточно чтобы машинка начала шить как но и не надо там почему машины то ломают вот надо сделать вот такие операции а люди начинают брать какие-нибудь вот такие отвертки силовые утяжеленные молотки начинает править зазоры там все это все и нам на машинке можно ставить крест они ломают их просто-напросто ну и масло смазать конечно это на шитье не повлияет никоим образом смазочка но мягкий бесшумный ход вы добьетесь с помощью вот таких смазочек масло машинное и 20 силиконовая смазка проникающие и 2 у меня еще такие с этим и смазка для пластиковых частей для принтер вот такая имеется это с алиэкспресс вот все что нужно для ремонта швейной машины это отвертка ну либо такая челночная хорошая шпулька хорошие нитки самое главное хорошая иголка все вот этих составляющих достаточно чтобы машина начала шить все на этом коротенькое видео может быть кому-то пригодится до свидания